Смотрите историю создания Сабадака Только для вас, только сейчас В некотором моменте, если видно, мысли прилетают и улетают Сотворятся и сотворяются Как ветер дует, мысли приходят, вылетают, мысли испаряются Мысли, летающие с ветром космоса Они появляются, как дождик на стекле Потом дорабатываются с эстетикой созерцания То есть захотелось чего-то другого добавить И приходящая мысль Появляется с другой стороны Она садится на ту мысль, которая была уже прошедшей И становится настоящей, сегодняшней А потом следующая налаживается на следующую На предыдущую И так эти мысли Складируется в комплекс рисунка Словоблудие Свободное словоблудие называется Я вам свободно словоблужу Блужу, блужу, блужу По словам, по ветру Видео к поду, луба прилетела Мысль упала Сободак насрабался Сегодня осень 1 октября Жраба в мире лета наступила Елочки кучерявятся вокруг Внизу ставочек Булькает водичкой Холодной, но ласковой Чудесной Купаться еще можно Вот так сарапаются Сободаки Приходящие Мыслями космоса И как тишине иллюзий С звуками природы И космосом мечты Не знаю, видно будет Не видно Не видно Не видно Переснимем Хотя мысли не переснимаются Они космические Они будут насрапаны Не сотрешь Только можно сверху нарисовать какую-нибудь другую мысль Та, которая пришла Она осталась на бумаге Следующая Будет сверху перерисована Хотя можно кардинально изменить весь рисунок Если нацарапать что-нибудь Но это уже будет хаос У меня есть рисунки, которые рисовались Месяцами, годами То есть пришла один день мысли Потом через месяц пришла следующая мысль Через два месяца еще какие-то мысли приближали И получается хаос мыслей в рисунке Сабадаки Космоса Магнад через пять лет нарисовал Тоже прикольно Получаются разные мысли Наслоение разных Влияний Природы Окружающей среды Сегодня влияет один момент Завтра влияет три момента Послезавтра четыре Через год девяносто девять Иногда получается прикольно Иногда нет Но всегда можно дорисовать Доцарапать Возвращаться 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 Идет А пока я Сарапаю вам Сабадак Расскажу Историю Фотоаппарата На которой Снимается Это видео Ооооооё Ооооо, она чудесная история Снимают что-нибудь Надо посмотрел Да, кнопочка горит, а то он у меня слепой фотоаппарат чудесный. Называется фотоаппарат Nikon D5100. Приобрел я его давненько, не помню сколько лет назад. Со временем я дружу, но не запоминаю часто даты там всякие, мне интересно. Живем в наслаждении кайфом. Короче он у меня уже давно, перед этим был Konica Minolta, классный фотоаппарат, но он у меня тонул в море, потом его ремонтировал два раза или три, он так и умер немножко через пару лет. Потом был Canon G7, потом G11, G9, G11, у меня было поколение Canon, они потихоньку жили, один я раскручил насквозь, помню что-то в нем случилось, лес поломал сильно, одного экранчик сдох, менял, а поцарапанный был, он пластиковый, поцарапался случайно, короче в сумке нес, пластик поцарапал, чем поцарапался неизвестно, то есть там объектив закрывался такими шторками, шторкой поцарапал, не очень удачный объективчик, ну после этих всех Canon, там последний G11, но он еще работает, малому отдал, по горам они не сильно выдерживают, то есть Konica был самый экстремальный, у меня покоцанный был, но держался хорошо, в море утонул, потом начались проблемы после моря. А вот Nikon у меня, это легендарный 5100, он до сих пор еще снимает видео, после того, что я с ним сделал, и он сам в принципе тоже, ну при моей помощи, ну хотя он отработал, наверное миллиончик кадров уже забацал, если не более, я снимаю так, репортажно, то есть снимаем кадры везде, красота она получается, потом из сотни кадров один обязательно шедевр, не выискивая, какие-то там дни, моменты, так что я не профессиональный фото репортер, любительский, можно сказать, первая сдохла шторка, шторка как это называется, затвор этот автоматический, в принципе шторка раньше была, сейчас этот затвор, он отработал и начал виснуть где-то там, потихонечку виснуть, виснуть, потом я его случайно там в горах пару раз уронил, она у меня застряла, и потом в Москве отрубилась, вот первое это была замена зеркала этого, ну после замены зеркала у меня работал, это уже где-то год назад, наверное, произошло, после замены зеркала случилось, что случилось-то, короче упал у меня, круто упал, объективчиком как-то зацепился, автофокус не работал, объектив давно у меня слетел с катушек, короче упал и сдох байонет, такие железячки, которые крепятся к фотоаппарату, он у меня до сих пор на скотче висит, сейчас байонет я посмотрел там, то китайские присылают, то какие-то еще и пока пришли, короче висит у меня на скотче, но работал, у меня он снимал, потом захотелось мне вдруг на свадьбу его взять, поснимать, пошел я на свадьбу и он у меня упал случайно с лавочки, упал крепко, короче соскочили у меня там шторки, которые ездят, такие пластиковые штучки внутри фотоаппаратика, слетели с катушек, с пружинок и вот я залез в фотоаппарат, внутрь, после разборки где-то минут сорок разборка длилась, болтиков куча всяких железячек там, вау вау вау, я наконец через где-то полчаса или сколько мы там час возились, с малым он мне помогал вставлять эти шторочки, короче вставил я шторки, но блин, лоханулся как последний, забыл разрядить кондерчик, это надо было разрядить, думал, все знал, но как-то блин, не нашел подходящего разрядника и долбанул меня этот кондерчик на корпус через мониторчик, где-то короче попал на меня и вырубился дисплей и вот у меня слепой такой потик со шторками правда сделанными, все работало, все в автомате у меня снимал, я его слепо снимал нормально, не помню сколько у меня проработал, взял его в горы, думал, сейчас походим, все будет нормально, отлично и там он у меня рвется, не рвется, как постиранная такая веревочка, которая фотоаппарат относится, короче она отваливается и фотоаппаратик у меня на море падает по скалам где-то в полметрах от моря, на скалу рухнул, круто блин, упал и короче отрубился наверное в объективе, я еще не залазил, шторка там слетела скорее всего фокус закрылась, фокусировка и сейчас он у меня работает в мануале, вот и снимает видео, а еще после того как на море у меня долбанулся, я его разобрал и полез протирать матрицу, короче протупил по полной, у меня там ничего не было ни инструментов никаких, микрофиброй, и протер на свою бошку, две царапины засандалил, теперь у меня фотоаппарат, ну работает, такой живучий Nikon 5100, с матрицей, поцарапанной матрицей, с байонером дохлым, с объективом, дисплейчиком мертвым, с фокусировкой закрытой, пол где-то на 100 у меня там, но снимает в мануале, кадры такие интересные, но видео снимает, в одном режиме мануал, он пашет, это Nikon 5100, живучий крепкий фотоаппарат, прошел кучу гор, кучу походов, кучу гурах, песочки был, везде короче был, классный фотоаппарат, ну я думаю воскресить еще, мне понравился, разбирается конечно чудесно тяжело, разбирается, все можно поменять, если найти, чем, главное соблюдать безопасность, не потерять все деталюшки, перед этим я его не разбирал, честно говоря опыта никакого, в ремонте фотоаппарата у меня почти нет, до этого ремонтировал только компьютеры, аудио технику, видео технику, фотоаппарат это у меня третий был, по курсу, но он отлично себя ведет, крепко держит, держит крепко, держит кадрики, а этот солодак вылазящий на кучу гурах, нарисованный, это мысли космоса приходящие, вот они приходят, приходят, приходят и ложатся на бумагу, ложатся мыслями в окружении природы, в чудесах солнышка, в ветерке, события дня, в осени первого октября, с яблочками, вот они, яблочками, вот большое яблоко, это урожай, это я очень умеет, пол пакетика яблок, это чудо, остались только грибы, если бабье лето еще пройдет неделю, то возможно появятся грибочки, вот так вот создаются от сабадаки, кто хочет научиться, списывайтесь в скайпе, научим за деньги, некоторое количество баблосов, баблосов, баблосик, кто имеет навыки рисования, возможно научиться и царапать, сабадаки, мастер-класс по скайпу, как-нибудь придумаем, сабадаки, это царапание по фотобумаге, дата изобретения 1999 год, от календаря, от календаря,